Это уже вторая выставка. В прошлом году мы проводили выставку немножко в другом формате. И она все-таки была больше направлена на представление вологодских предпринимателей с точки зрения массового сегмента потребления. В этом году мы немножко переориентировались. Эта переориентация совершенно понятна для нас. Есть новое направление деятельности, стратегическое для Российской Федерации, которое закреплено в 204-м указе президента. Это переход на экспортно-ориентированную продукцию. Это как раз то, о чем мы разговаривали сегодня на этой выставке. Это переход от сырьевого экспорта к продукции с глубокой степенью переработки, с возможностью экспортирования конечной продукции и расширения присутствия российского бизнеса, наших предпринимателей в первую очередь на зарубежном рынке. Вологодская область всегда славилась большим экспортным потенциалом. Мы не зря находимся в лидирующей двадцатке вообще субъектов Российской Федерации. Наш торговый оборот экспортный. Почти 3,5 миллиарда долларов США. Но мы всегда знали, что это продукция химиков, наших металлургов, это продукция наших лесоперерабатывающих комбинатов. А сегодня мы на этой выставке можем ознакомиться с той продукцией, которая никогда не считалась исконно вологодской. Это продукция световой техники, это продукция машиностроительного комплекса, это мотовездеходы, это то, что связано с продукцией для возможности перевозки молочной продукции. Все то, что востребовано. Причем отрадно то, что это та продукция, которая изначально является проектом межкооперационных связей. Если мы говорим о развитии автомобилей, которые занимаются перевозкой молока, то это совершенно очевидно для молочного кластера вологодщины, для региона, который входит в стройку призеров по производству молока на душе населения. И исконно всегда славился молочной продукцией. Если мы говорим о мототехнике, то это востребовано для наших бескрайних просторов вологодской области, для наших рыбаков, для наших охотников, для наших лесников. То есть все то, что здесь представлено, это на самом деле продукция межкооперационных связей. Если посмотреть на продукцию, которая посвящена аквакультуре, то это возможность развития аквакультуры вологодской области. Есть целые инвестиционные проекты, которые уже на это направлены. То есть получается так, что сегмент малого и среднего бизнеса, он очень быстро имеет возможность отреагировать на те изменения, которые происходят в экономике в целом. Как только мы развернулись, и в этом году был соответствующий посыл Олега Александровича, Пушинникова, нашего губернатора, и поручение правительству вологодской области об изменении мер поддержки, и было специальное задание, чтобы мы повернулись все-таки лицом к малому и среднему бизнесу. Мы всегда поддерживали малый и средний бизнес, но все-таки основные прямые меры поддержки были направлены на наших крупных инвесторов. Мы снизили порог возможностей получения инвестиций. Поэтому на сегодняшний день наши меры поддержки направлены именно на малый и средний бизнес, и это дает свои результаты. Ведь поставлена задача президентом Российской Федерации о том, чтобы увеличить количество малого и среднего бизнеса, количество людей, занятых в этом сегменте, до 25 миллионов человек. На самом деле это очень сложно. Вологодская область уже сейчас имеет количество занятых в сегменте малого и среднего бизнеса от общего количества работающих в этом вологодской области более 30%. Это один из лидирующих показателей в Российской Федерации, несмотря на то, что мы всегда славились нашими крупными гигантами. В этом году мы сделали акцент на международную кооперацию, не только на межрегиональную, а именно на международную. У нас присутствует достаточно большое количество иностранных гостей, делегатов, которые представляют различные иностранные компании. Целые ассоциации предпринимателей различных регионов, земель Италии, Франции, Германии. Поэтому основное направление – это все-таки точечная работа по предметным заказам иностранных компаний, которые мы можем производить здесь. То, что связано с какой-то глубокой или, может быть, менее глубокой, но в любом случае локализацией тех производств, которые направлены на выполнение заказов компаний, которые функционируют Российской Федерацией. Ведь 90% импорта всей продукции – это продукция, которая носит такую продукцию материально-технического назначения. То есть, в первую очередь, машиностроительный кластер, танки и оборудование. Но мы уже доказали, что мы это умеем делать не хуже других. И сегодня на выставке это мы доказали. Есть образцы продукции, где мы говорим о том, что мы являемся мировыми лидерами в этом направлении. Поэтому привлечение иностранных компаний, привлечение других регионов – это возможность расширить наши связи, наши кооперационные. И возможность задействовать наш бизнес не только внутри Вологодской области, но и на рынке других регионов, и на рынке международа.